Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Александр. И компания Espira не перестает нас радовать своими интересными колясочками. И сейчас в ассортименте сети магазинов первая коляска появилась прогулочная коляска от компании Espira. Моделька называется Look. Чтобы вы понимали, что это за цвет на видео, чтобы вы могли его как бы понимать, как он выглядит. Это у нас называется Deep, это глубокий, Turquoise. Поэтому можете в описании пройти, посмотреть по ссылке внизу после обзора, естественно, проходите и посмотрите на этот цвет. Ну и остальные цвета, соответственно, тоже повыбирайте. Напомню, прогулочная колясочка, она у нас идет с 6 месяцев до 22 килограмма веса ребенка она выдерживает, если что. Espira, это, кто не знает, польская компания, они год гарантии дают на свою продукцию, причем сервис хороший, прямо вот сразу говорю. Вес коляски у нас получается 9,5 килограмм. Это, друзья, не тяжелая коляска на самом деле. 9,5 килограмм это такая золотая середина, когда коляска добротная, крепкая и не весит там 11-12 килограмм. Меньше 10, это уже хорошо для таких прочных, хороших колясочек, имейте в виду. И наклон у нас спинки 120-175 градусов, 175 это мы практически лежим. И хочу сразу сильную сторону заметить, 57 сантиметров колесная база, то бишь вы в любой лифт везде спокойно между рядами проедете, поэтому с этим все окей. Кстати, о комплектации, здесь, по-моему, фирменный дождевик, накидка на ножки даже, кстати, тоже в комплекте идет. Зимой его цените, да в Петербурге вы на самом деле много когда цените эту накидку на ножки, поэтому тоже здорово. Так, ну что, давайте посмотрим на нее, что она из себя представляет. Козырек у нас здесь достаточно большой, вот эта вот секция, она открывается изначально вот так, но обычно все ее открывают и она всегда открытая. Вот она полностью глубоко закрывает ребеночка. Также у нас есть смотровое окошечко с москиткой, это все держится на магнитике, ничего при ветре улетать не будет. Вот, регулируется он вот таким образом и сразу хочу заметить, друзья, он бесшумный. Вот, вообще никаких звуков, он не щелкает, ничего. Так, ну сверху вниз будем изучать, сразу о ручке скажу. Ручке очень большой диапазон регулировки. Любой родитель с любым ростом подберет для себя высоту ручки и она бита приятной мягкой эко-кожей. Ну не мягкая настолько, что будет там царапаться, рваться, такого нет. Эта эко-кожа себя показывает очень хорошо, из опыта вам просто говорю. Вот, и ручка достаточно удобная, толстый, охват приятный. Так, давайте посмотрим на сидушечку, что она из себя представляет. Вот так, чтобы лучше вам было видно. Сидушка здесь высокая, под высокий рост ребенка она очень хорошо подойдет. И когда мы пользуемся козырьком, козырек ощутимо выше, чем сиденье, то бишь ребенок даже очень высокий, не будет цеплять головой козырек. Это на самом деле, друзья, важный момент. В некоторых колясках грешат и хоть и спинка высокая, но козырек низкий, головой ребенок начинает цеплять. Здесь у нас пятиточечные ремни, мягкие накладочки. Такая классика, все нормально. Бампер у нас обит тоже эко-кожей, которая используется и в ручке. Тоже такого же цвета, с прострочкой все хорошо. Хорошо. Бампер, как вы видите, он откидывается как калиточка в сторону и можно спокойно, удобно посадить ребеночка. С этим все окей. Подножка. Что мне еще нравится, друзья, здесь сделана подножка. Вот именно эта часть с такой прорезиненный материал. Здесь же грязно постоянно, поэтому легко будет почистить. И практично, короче говоря, этот момент выполнен. И ухаживать за коляской легко. Также ступенечка, чтобы ребенок мог залезть спокойно сам на коляску. Все хорошо. Давайте посмотрим на заднюю спинку. Вот здесь у нас нажимаем кнопочку, оттягиваем. Все. В заднем кармашечке, с задней стеночкой у нас есть кармашек удобный, большой достаточно. Вот эта секция у нас поднимается, здесь москитная сетка. Ее можно, кстати, вот так вот завернуть и подцепить. Специально здесь есть ремешочек для этого на кнопке. И что мне нравится, эта накидка, она прям полностью опускается внахлёст и по бокам до самого верха крепится на липучку. Поэтому, сейчас, так вот, опа, не будет поддувать ребенку ниоткуда. Чтобы поднять спинку обратно, мы просто крутим вот эту ручечку. Все, не нужно тянуть ремешки. Поэтому все окей. Так, ну раз уж я здесь оказался, давайте сразу посмотрим на багажничек. Багажничек здесь достаточно просторный. И достаточно много поклажа можно туда уместить. Единственное, вот этот проем, какой-то большой мячик, а мячики у детей бывают на прогулки берутся, не особо удобно засовывать. Сбоку не просунуть, а отсюда тоже доступ небольшой. Поэтому имейте в виду, что это крупное, прям, вы сюда особо не закинете. Так, колеса у нас здесь просто резиновые, не надувные. Но за счет этого они и легкие, и вы их никогда не прокулите. Давайте сразу к тормозу. Нажали на тормозе. Нажали, сняли с тормоза. Вы не корябайте свою обувь. В этом плане отлично. Передние колеса, естественно, с возможностью блокировки. Это такая стандартная тема. Она есть практически в 99% колясок. Поэтому все хорошо. Так, по большому счету, технически быстро мы с вами все посмотрели. Кстати, собранная коляска очень хорошо. Как я вначале сказал, 9,5 килограмм. Это вот та вот самая золотая середина, когда коляска уже прочная. С толстых, больших материалов сделана. Имею в виду прочные стенки самого каркаса, шасси коляски. И такой вес при этом остался, достаточно легкий. Как по мне, очень неплохо. Так, друзья, давайте теперь я вам покажу, как она складывается. Эта коляска относится к категории книжечек колясок. И вы легко сможете, соответственно, ее складывать. Под ребеночком здесь у нас есть ремешок, который нужно дернуть после того, как нажмете вот эту кнопочку. Все, я дергаю. Так, вот. То, о чем я говорил. Книжка, книжка, она всегда складывается. Или наружу, или внутрь. Это, в данном случае, складывается у нас наружу. Вот. Как по мне, лучше коляска, когда складывается наружу. Потому что вот эта грязная часть, она остается всегда где-то снаружи. А если вы ее складываете внутрь, здесь уже грязно. И она, когда в сложенном виде, соприкасается с той частью, где голова. Как по мне, это не очень хорошо. Пока новая, да. Но когда вы уже начнете ей пользоваться, мне кажется, это уже наоборот плохо. Так, сработал фиксатор. Вот так вот отжимаем его. И ставим. Все. Так, давайте посмотрим на те 175 градусов. Вот. Вы наглядно это видите. Ребенку вполне прекрасно можно спать. Как по мне, очень комфортно. Собственно, друзья. Всю информацию, что хотел донести, я донес. Как складывается, посмотрели. Единственное, добавлю еще про материалы. Забыл совсем сказать. Мне нравятся эти материалы. Они не какие-то премиальные, дорогие. Но вот в этой ценовой категории, друзья. Цена очень гуманная. Ссылка внизу в описании. Там пройдите, посмотрите. Этот материал очень достоин в эти деньги. В каких-то премиум сегменте. Конечно, там ткани получше, но это приятная тактильная ткань. Она непродуваемая. С пропиткой долго держит влагу. Поэтому с этим все хорошо. Напоминаю, ссылка внизу в описании. А я лишь хочу пожелать вам взять хороший, грамотный выбор. Если есть вопросы, пишите в комментарии. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И удачи вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok